Он отчетливо помнит свой первый день в этих стенах, хотя теперь и они изменились. Его представили коллективу 9 января 89 года. Говорит, было страшно, но он хотел работать на должности главного врача. Карьера хирурга, о которой я мечтал практически со школьных лет, у меня не получилось. И я решил, ну почему бы мне не стать администратором. С тех пор все делал ради дружного коллектива и его сохранения. Сотрудники поликлиники говорят, его двери для них всегда открыты. Если требовалось устроить малышей в детский сад, он обязательно находил выход. Помогал и помогает в разные сложные моменты жизни. У меня одна из лаборантов оказалась в такой жизненной ситуации, когда, в общем-то, и с жильем было тяжело. Николай Сергеевич договаривался с огранным университетом и выделили комнату в общежитии. Уже 20 лет рядом с Николаем Сергеевичем работает супруга Вера Юрьевна. Казалось бы, 24 часа вместе. Можно и устать друг от друга, но нет. Рассказывает, что она его подпитка. Всегда помогает. Вместе они решают всевозможные проблемы. Сейчас очень остро показал пример. Это ковидный год. Это просто было очень тяжело, очень страшно даже. Поддержка важна была, да? И ее поддержка, и моя поддержка. И вот как бы мы тут вместе, особенно когда я заболелся сам, то это было, конечно, очень... Работать некому было в поликлинике. За что больше всего его цените как именно профессионал? Не как супруга, а как профессионал? Ой, безумно сильные такие организаторские способности. Для меня это фантастика. Я говорить могу сейчас много, но для меня, например, разговаривать по телефону – это пытка. Решать какие-то вопросы. Лично еще ладно. Но Николай Сергеевич, вот организовать круг общения, решить вопросы запросто, он никогда не стесняется. У него это замечательно получается. Я завидую. За годы работы Карпова коллектив вырос практически вдвое. Сейчас это 250 человек. Изменился и внутренний облик поликлиники. Это тоже отчасти заслуга Николая Сергеевича. Здесь все вопросы решаются. Все, главврач, знаете, наверное, как и положено руководителю, он всегда в гуще всех событий. Как-то, помню, наблюдала сбой компьютеров. И в регистратуре была большая очередь, шум, что-то. Он мигом все выяснил, все распределил, кого куда. Трое дочерей Николая Карпова не пошли по стопам родителей. Но они всегда рядом, как и многочисленные внуки. Совместные вечера на даче помогают отвлечься от будней. Когда-нибудь предлагали вам перейти, может быть, в какое-то другое место? Да. А вы что? Почему здесь остались? Я отказывался. Сначала я отказывался, потому что я еще не все сделал в этом лечебном учреждении. А потом говорил о том, что я уже столько сделал, зачем мне отсюда уходить. Теперь уже заслуженный работник здравоохранения России считает себя абсолютно счастливым человеком. И в работе, и в личной жизни. А награда от президента – это подарок. Значит, коллеги и пациенты верят в него, уважают и ценят. Кстати, телефон просто разрывается от поздравлений. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком. Татьяна Голубева, Александр Антропов.